окей мы так и не исследовали этот мир здравствуйте это очень похоже на цветочек старикашка погоди в смысле ты хиляешься не надо хиляться дружище да мы придумали тему немного воняет но сегодня она как засияет мусор отходы остальной всякий трэш ты сюда принеси только не ешь странно звучит знаю поверь ты про лайк не забудь не забудешь проверь всем привет дорогие друзья я лолошка это сезон пробуждения ну правда не забудьте про лайк и про подписку пожалуйста а мы поехали ну что же всем привет дорогие друзья я лолошка и добро пожаловать в майнкрафт сезон пробуждения и да я сверхразум который придумал стишок про мусор ну да почему бы нет но это правда на самом деле данная вонючая тема нам позволит сегодня сделать плоды потому что мы это развиваем уже не первую серию и сегодня вот что у нас получилось эта платформа появилась в предыдущем выпуске здесь у нас големы которые ходят все это сажают собирают и куда же они все это несут в сундук нет они несут это в утилизатор так уж получается то что любой блок любой мусор любой предмет переделывается в утиль сырьем и после этого у нас делается материя которая перерабатывается во что угодно то есть допустим не хватает у нас еды хотим мы много еды прям бесконечно мы берем стейк кидаем его в сканер и вот сюда в правый слот кидаем кристалл памяти он у нас сейчас как раз забить на тот самый стейк то есть я это уже сделал и мы видим то что стейк стоит 88 материи она у нас в данный момент создается 3000 материи и создается она за счет энергии который вырабатывается за счет солнца все просто у некоторых наверняка появляется вопрос а зачем мне делать бесконечное мясо да не зачем но то есть я как бы не ради мяса это делаю я это делаю ради алмазов именно поэтому давайте спустимся заберем из нашего сундука те самые алмазы у меня всего лишь 20 бомжара я тот еще телепортируемся обратно закидываем в сканер и добавляем кристалл памяти все сканирование пошло делается это конечно не супер быстро но вот смотрите вы наверное думаете то что прямо сейчас это мой предел нет я могу сделать так чтобы она все росло куда быстрее если я хочу ускорить рост этой фермы то мне понадобится что-то такое магическое но что же это может быть да все просто торчери но вот это это специальный факел который воздействует на время именно на посевах так короче нужны часы и один факел соединяем забираем телепортируемся так короче торчери на поставлю я тебя наверное вот сюда и в данный момент он делает ровным счетом ничего нам надо его настроить во первых надо добавить радиуса самое максимальное это 9 на 3 на 9 идеально потом нажимаем shift правой кнопку мыши и воу что ни хрена себе я могу ускорить на 400 процентов она растет прямо на глазах а почему я раньше не поставил этот факел так значит смотрите что мы делаем мы создаем еще таких големов и надеюсь то что они не будут конфликтовать с этим големом я же даже не подумал об этом любом случае опять же раз давай ставься а он нормально поставился отодвигаем ставим еще одного потом даем сборщик сердце и да они все таскают в один блок шикарно утилизатор работает на всю катушку постоянно что-то приносится то семечко то пшеница и постепенно у нас делается материя ой кстати у нас же это самая ночь непорядок а ну-ка снова а теперь у меня есть еще одна тема которая подумал до этого выпуска как вы знаете у меня есть специальный кристаллы которые постоянно дают опыт то есть вот я стою у меня 59 уровней так надпись удик надпись вот у меня 59 уровней все это копится благодаря зомбара у пещерным кристаллом и я узнал то что они оказывается работают в радиусе одного блока то есть если я стою здесь этот кристалл до меня дотягивается теперь просто представьте то что я стою здесь и вокруг меня блоков так ну 16 16 зомбара у кристаллов насколько же быстро пойдет опыт зачем мне это надо я прокачиваю книгу вот она том магии сейчас уровень 16 из 25 и чтобы прокачаться до 17 мне надо 45 левелов то есть вот давайте попробуем бам из 59 остается 14 и надо заново копить только на этот раз уже не 45 а сколько 47 и с каждым разом это все тяжелее и тяжелее некоторые скажут так погоди у тебя же есть эти самые мозги зомби нажимаешь по ним и у тебя появляется много опыта так то да но вот я нажимаю 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 и скоро это закончится все накопили 44 уровня и как вы думаете сколько я ждал эти 44 уровня 20 минут 30 может быть час два часа ребята два мать их часа да и как бы если что я готов ждать по два часа если бы еще не одна проблема сюда надо постоянно класть песок душ а здесь просто встал и стоишь себе можно хоть три часа хоть пять часов ни о чем не думаешь там не знаю пошел чай попил и у тебя на 30 уровней но в любом случае что мы делаем телепортируемся куда-то в самую задницу мира допустим сюда здравствуйте нет 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 ребята отстаньте от меня и начинаем копать куда глаза глядят до тех пор пока мы не найдем зомбарау кристалл я обязан накопить хотя бы две три штуки поехали блин это кураури я уж думал зомбарау стоп чё это я делаю лед какого черта как это может быть чего еще один какого черта убрать и зомбарау да ладно а то что надо да ну нафиг серьезно какого черта почему тут три голема ладно меня уже ничему не удивить понятно ясно хорошо еще один ну ладно зомбарау привет ух капали капали наши пальчики устали ладно если серьезно то 5 зомбарау пещерных кристаллов давайте поставим во первых по углам о боже мой и один а нет у меня еще два осталось ну наверное прям прям здесь да по бокам понятное дело то что не хватает еще сколько три шесть семь восемь девять десять десять кристаллов еще можно одиннадцатый поставить прямо подо мной и двенадцатый прямо надо мной вау ох кстати смотрите сколько опыта летит обалдеть это какой-то шок контент чтобы докачаться до 44 мне надо еще 160 опыта уже 140 уже 130 125 я не успеваю говорить как это быстро и мозги я надеюсь то что вы что-то накопили до 45 46 давай 49 прям еле еле и поздравляют то магии девятнадцатого уровня остается всего шесть у меня будет 25 самый максимальный надо знаете что было сделать блин это гениально надо просто поставить все эти кристаллы где-нибудь здесь стоять прямо на них и убивать зомби в итоге опыт будет лететь прямо на тебя и ты еще будешь дополнительно получать кристаллов кстати а почему я говорю но не делаю а ну-ка сейчас все это поставим и будем опыт фармить до классная рифма так ну-ка да идет сейчас еще поставим здесь здесь и один сверху а у е 19 уровень сейчас уже 20 уровень а теперь берем нашу снежную бурю и бодыж это невозможно почему я раньше этого не сделал это какая-то серия открытий не без шуток 30 уровней просто разом телепортируемся к ветрогенератору проверяем сколько материи готова и это 3232 насколько мне известно особенность вот этого блока в том то что он работает даже без прогрузки чанков то есть я могу идти куда-то далеко далеко он а материя все равно будет делаться потому что он прогружает весь этот чанг и как вы видите здесь даже солнечные панели попадают но блин мне все равно не хватает этой скорости утилизатор иногда пустует то есть вот видите микросекунда даже несколько секунд он тупо пустой не 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 пойдет не пойдет еще вот этот постоянно в воронку складывает стоп 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 это же гениально зачем им ходить всем так далеко если всех можно привязать к этой воронке ё-моё хорошо что я догадался до этого иди ко мне ты тоже иди ко мне и ты тоже проверим насколько ускориться наш процесс теперь они стоят в одном блоке от этой пшеницы и давай утилизатор покажи на что ты способен о да 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 вот это вот то что я хотел теперь он постоянно работает а так оказывается они не успевают собирать потому что пшеница продолжает валяться есть у меня один план а ну-ка погодите нашел улучшение голема земля когда голем улучшен этим кристаллом он может нести больше предметов да то что надо друзья мои я принес вам три кристалла тебе тебе и тебе а тебе пока что ну прости потом принесу а да вначале я удивлялся почему лед появляется оказывается это я представляете нажимаю shift подхожу к воде и делается лед я не знаю почему клянусь типа я смотрю мои ботинки вроде бы никак ничего не охлаждают некоторые скажут то что это по ноже но нет это не по ноже то есть я их снимаю я разбиваю лед и все равно чё за бред а давайте кстати реально снимем всю таким образом броню сломаем shift нажимаем все равно появляется понял а есть я шлем сниму тоже появляется а если я сниму сапоги ну-ка да ну нафиг все мои аксессуары тоже не делают лед я не знаю почему так происходит клянусь ладно пора думаю поговорить о самом важном каким образом использовать материю потому что вот она копится 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 но мы же ее так и не использовали и стоп стоп смысле 44 материи это у нас точно алмаз был я в самом начале серии поставил алмаз это точно а ну-ка проверим что смысле это реально странно так погоди я чё-то путаю стейк стоит 88 это стоит 44 вроде буквы не меняются подожди а железо тогда сколько тысяча шестьдесят шесть это невероятно это не может быть с какого перепугу железный слиток стоит в 20 раз дороже алмаза и с какого перепугу стейк стоит в два раза дороже чем алмаз это нет стой погоди это что-то непонятное ну-ка чтобы это все проверить протестировать нам надо сделать так чтобы материя куда-то уходила но куда в репликатор друзья моим да именно эта штука клонирует вещи а и самое тяжелое здесь это телепортер ничего себе а ну хотя ладно это еще просто вот стекловолоконный провод это проблема да потому что здесь нужны алмазы а у меня-то их всего 20 помните на нет даже чуть-чуть побольше 29 потому что пыль у меня уже было и как вы понимаете мы просто ждем а нет стоп забираем ускорителем перекладываем в дробитель и вот теперь ждем раз два три спасибо огромное за ожидание и тарададам татам репликатор здравствуйте забираем ачивка ну конечно никакой да и самое главное чтобы солнце было иначе энергия не вырабатывается чик зашибись во первых репликатор надо подрубать к энергии а во вторых его надо подрубать вплотную генератору это вроде бы я не эксперт но давайте протестируем то есть сканер мы сейчас убираем тихо тихо дружочек репликатор ставим поблизости и нет он не хочет передавать энергию по всей видимости мне нужно что-то такое что будет выталкивать автоматическое извлечение с первой подходящей стороны это вроде бы то что надо но по-моему нет чем мы посмотрим в улучшениях да все правильно нам нужно улучшение выталкиватель жидкости а не просто выталкиватель автоматическое извлечение с первой подходящей стороны так это получается олова и электромотор изи ща будет о пожалуйста хоть бы заработала кладем о да 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 материя уходит е то что надо так а по идее теперь надо просто кристалл памяти положить да но это очень странно то что алмаз стоит дешево либо я чего-то не понимаю допустим я его кладу сюда нет я выкладываю сюда нет я его надо положить то ё-моё мне оказывается нужно хранилище шаблонов который будет вплотную подрублено к репликатору ё-моё и уже туда надо положить эти кристаллы памяти так хорошо укрепленный камень у меня есть сами кристалл памяти мы помним создаются очень просто по факту тупо из глины а вот шахтерский лазер это уже небольшая проблема потому что нам нужно токарная ручка и токарный станок который вроде бы где-то здесь фух слава богу то что ему никуда не убирал забираем хранилище и наверное надо сразу поспать доброе утро что ж это знаменательный день когда у нас наконец-то материя даст плоды им телепортируемся к ветрогенератору ставим это куда-нибудь ну наверное сюда потому что здесь есть энергия и а стоп надо наверное в само хранилище положить кристалл все правильно импорт кристалла экспорт в кристалл вот импорт из кристалла алмаз все правильно и теперь я могу выбрать алмаз ну-ка 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 одиночный запуск повторяющийся запуск ну давай одиночный и он делает да ладно подожди ты реально потратишь всего 44 я не верю в это это бред это полный бред а теперь давайте попробуем забрать железный слиток и сделать одну штуку либо тут что-то напутано либо так действительно должно быть может быть типа алмаз легче создается из материи потому что это физика может быть это действительно так и есть но это все равно бред я не верю в это потому что по майнкрафтским меркам это мало ну ладно допустим я беру алмаз и у меня получилось его взять теперь в хранилище шаблонов я кладу железо все теперь у меня один из двух я могу если что выбирать кайф и тут так и написано 1 0 6 стоп я имбецил оказывается если смотреть на точку то получается на железный слиток уходит всего лишь одна материя ну-ка 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 давай проверим одиночный запуск да о боже мой все это время я тут паникую я говорю какой-то бред а оказывается все правильно простите да все работает как надо так погоди а теперь давайте посмотрим на стейк 88 материи здесь уже никакой ошибки нет . стоит после 88 то есть получается все то что состояло из живого организма ну типа понимаете корова стейк это живое существо то стоит дороже в плане материи я так понимаю здесь автор мода наверное каким-то образом хотел передать законы физики может быть что-то подобное но все равно давайте протестируем так стейк положили 88 выбираем его здесь и поехали да действительно это супер дорогое мясо я сотни тысяч энергии потрачу и кучу пшеницы чтобы сделать всего лишь один кусочек блин на самом деле если вы знаете какие-то способы добычи большей материи то напишите пожалуйста это прям важно мы на пороге открытия бесконечной руды то есть мы уже ее сделали но материя рано или поздно тупо кончатся поэтому нам надо больше а теперь спустя такое долгое время вернемся в кристаллиум плейнс это измерение которое мы открыли в предыдущей серии и так лагает не не лагает короче здесь есть босс зовут его экзавдус и чтобы его призвать нам нужно сделать специальный блок который делается в храме в этом мире что за храм я не знаю честно да кстати я смотрите на shift нажимаю и просто делаю лед обалдеть прикольная механика на самом деле но в какой-то степени бесполезно и потому что я же летать могу окей мы так и не исследовали этот мир здравствуйте это очень похоже на цветочек старикашка погоди в смысле ты хиляешься не надо хиляться дружище ты еще ничего не делаешь а ну понятно ты меня даже не пробиваешь значит так ищем храм так 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 это не знаю на что похоже но вроде бы это храм я не знаю не смотрел но здрасте мистерию сблок ну-ка стоп я же вас я знаю вас я же вас уже встречал да в клоне этого измерения кристаллиум спайкс напоминает то что мы находимся в кристаллиум плейнс эм так ладно в любом случае ману меня предостаточно чтобы тебя убить и падает с тебя ну войдрок кристалл а зачем то есть это измерение чисто чтобы убить этих мистических тварей все да это не храм нет мне нужен храм попадись пожалуйста так ну вот это наверняка не храм похоже на какое-то дерево так что это такое я дико извиняюсь я могу подойти сюда да экзавдус блок да ладно это что самое что мне надо так а теперь получается нужно его активировать с помощью блока другого который кстати и делается в храме то есть это у нас оказывается призывалка босса не ну я по-любому здесь делаю вейпоинт потому что я же не дурак призыв босса сохранить черт какой тебе блок нужно вообще кстати ничего такого больше не написано погоди а может быть просто поломать надо а ну-ка вот ты на что нам по этому блоку оказывается надо кликнуть вот этой вещью фьюжен чарж боже так вот зачем это надо я еще пять серий назад такой думаю а зачем зачем эта фигня оказывается для призыва босса так опять же нам понадобится во первых войдрок чанки мы как раз кстати выбили такую штучку давайте посчитаем сколько надо получается 4 4 умножаем на 9 это 36 и столько же magic rock кристаллов тоже 36 magical game у нас есть и наверное если я могу забрать этот блок то скорее всего босса я могу также призвать где-то у себя дома но знаете у меня уже была такая фигня то что ничего не призвалась и ничего не создавалась поэтому оставим этот блок здесь пусть стоит если что призовем босса именно в этом измерении а теперь телепортируемся домой и займемся всем этим мы уже в следующей серии финал сезона близок я думаю то что ближе чем вы думаете хотя я не знаю как вы думаете но тем не менее факт есть факт осталось недолго а так не забывайте пожалуйста ставить лайки и подписываться особенно чтобы не пропустить следующий сезон а с вами были лол ложка и зеленый кристалл всем удачи всем пока 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 пока